Здравствуйте, меня зовут Максим. Здравствуйте, меня зовут Чингис. Здравствуйте, меня зовут Рустам. Здравствуйте, меня зовут Акбар. Здравствуйте, меня зовут Артем. Выбрал я это направление, потому что оно востребовано и думаю, я буду там хорошо себя чувствовать. Уровня никакого не было, я абсолютно не знал, что делать. Мне посоветовали знакомые, я интересовался, хотел заняться именно программированием, но не знал именно какую сферу выбрать. И мне посоветовали, сказали то, что это одно из легких направлений, где в дальнейшем ты сможешь понять, что ты хочешь выбрать. Я пошел именно на этот курс. Уровень был до записи на курс. В основном я владел дизайном, закончил графический дизайн. И как-то я посидел, прогуглил самые востребованные профессии в наши дни и дальше подумал, что все-таки это будет и дальше развиваться. И выбрал для себя веб-программирование. Данное направление я выбрал из-за того, что я с детства интересовался. Часто побывал в интернете. И из-за того, что один прекрасный момент я задумался, что почему бы мне самому не написать такие сайты. И вот и я тут. Уровень был абсолютно нулевой. Выбрал данное направление, так как вдохновился красивыми сайтами. Преподаватель просто топ. Классный препод. Препод. Он очень хорошо объясняет, находит общий язык со своими учениками. В общем, все классно. Мне понравилось то, что он находит общий язык со всеми своими студентами. И если ты что-то не понимаешь, он тебе пытается это разжевать и преподнести так, чтобы ты это понял. Ромин – очень квалифицированный преподаватель. И самое то, что мне понравилось с ним, он может находить общий язык с каждым из учеников. У нас очень классный преподаватель. Могу сказать, самый лучший когда-либо я видел, потому что он все классно объясняет. Сможет делать каждому подход. Преподаватель отличный, хорошая подача и моментально находит ошибки. Самое запоминающееся был преподаватель, потому что он очень классно объяснял. Ну, и сам курс, в общем, был классный. Самое запоминающееся было это перекуры на холоде и перекуры на жаре. Самое запоминающееся было то, что первый месяц обучения я понял, что такое, ну, в целом, базовое знание в программировании. И в первый же день после первого урока пришел домой и стал пробовать. И мне это понравилось. Много было самых запоминающихся впечатлений, впечатлений нашего курса. Я обучался очно, также посидел немножко заочно. Что могу сказать об обучении? Обучение очень классное, все, что можно сказать об этом. Я обучался очно, потому что заочно, дистанционно мне не дается материал. Из-за этого я выбрал именно прийти, отучиться, уйти. Я обучался очно, потому что онлайн, я считаю, тоже, ну, как сказать, не таким эффективным, как очно. А когда ты сидишь лицом к лицу с преподавателем и смотришь, как он это делает своими глазами, то понимать становится легче. Я обучался очно. Плюсы в том, что ты можешь находиться среди своих друзей, как бы, рядом с учителем. Это уже, ну, вызывает у человека, чтобы стать ответственнее. Я обучался очно, так как я ленивый человек, и когда обучаюсь очно, мне удобнее, я нахожу мотивацию. В дальнейшем хочу саморазвиваться по этому направлению сам. Стать верстальщиком и развиваться в этой сфере. Дальше развиваться, работать в данном направлении. В дальнейшем планирую заниматься пеп-разработкой. В дальнейшем саморазвиваться в этом направлении. Это самое классное место, оно пропиарено. Мне посоветовали знакомые, причем не один, а несколько человек. Естественно, это то, что первым выскочило, когда я прогуглил до программирования в Ташкенте. Мне никто не посоветовал, я сам заинтересовался. Просто увидел один сайт, ну, много сайтов, которые сделал один парень. Просто потом уточнил, что кто это сделал, потом мне сказали знакомые, что это какой-то парень сделал. И он, оказывается, утифер здесь, но то я и выбрал это в купе-бнезайденную. Посоветовали друзья. Плюсы тут классные компуктеры. Классные, ну, в общем, все тут классно. Все девайсы тут просто шикарные. То, что есть шикарные условия для обучения. Плюсы у нас тут все есть, как бы новейшие технологии, все прочее. Ну, есть все условия. Минусов нет. Из плюсов то, что очень комфортно. Для меня это было удобное место расположения, шаговой доступности. И то, что тут хорошо все обустроено. Субтитры сделал DimaTorzok